Продолжение следует... 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 и в итоге удалось нам сделать текущую схему реализации платежных систем такой, чтобы она была удобна. Ну, были определенные проблемы, как вы помните, и сейчас у вас есть оплата банковскими картами всех стран мира, оплата через WebMoney, Яндекс.Деньги, Киви, кошелек, Advanced Cash Pair, ну и, в принципе, вот эти все интернет-банкинги. И, наверное, они не столь популярны, но, в принципе, я знаю, что они не столь популярны, потому что есть карточка Visa MasterCard, если у вас есть банкинг, банк, то у вас есть карта, и все платят, как правило, карты. Ну, и сделали мы удобно, чтобы всю информацию было видно человеку, то есть как быстро оплата зачисляется, как она вообще там обрабатывается автоматически, какие ограничения с карточек, да, вот все это расписали, такая валюта, комиссия, сумма в рублях, все, теперь все всем понятно, вопросов ни у кого не возникает, все берут, платят, и всем все хорошо. Если какие-то способы с ручной обработкой, то, соответственно, тут есть другая форма, да, но все это, то есть, так же видно, это очень удобно, и как раз вот к этому мы пришли в этом году. И могу сказать, что у нас есть еще некоторые задумки на будущее для того, чтобы работу с кошельками еще лучше, удобнее сделать, для новичков в первую очередь, конечно, это делается, потому что наши существующие пользователи, участники, они уже давно-давно все умеют, и как бы там коряво это все, может, даже не выглядело, но они знают, куда указать свой номер кошелька, чтобы именно этот номер кошелька приходили денежные переводы, в этом у них проблем нет, поэтому все, что мы делаем, это делаем в основном именно для удобства новых пользователей, для того, чтобы система была комфортна об использовании, ну, и приятно было с ней работать. Дальше. Весной, а именно 12 апреля 2018 года, исполнилось 6 лет уже со дня основания нашего основного партнера, это Международного благотворительного фонда всем миром, с которым мы неизменно сотрудничаем на протяжении долгого-долгого времени уже, ну, на протяжении 5 лет, можно так сказать, да, в 2013 году или в конце 2012, я уже даже забыл, началось наше сотрудничество, и вот с тех пор мы неизменно сотрудничаем с ним и развиваем наши отношения. И, к слову сказать, в новом году, я думаю, даже в январе, в самом начале января, нас с вами ожидает небольшой сюрприз, а может, для кого-то и большой сюрприз от благотворительного фонда всем миром, то, что фонд уже готов обновить свой сайт, большая работа там проводилась, и не просто для того, чтобы он стал как-то красивее и современнее, а еще и для того, чтобы у нас с вами появилась такая функция, как прямой фандрайзинг. Помните, да, мы об этом говорили, то, что прямой фандрайзинг – это возможность рекламировать странички сайта благотворительного фонда, ну, например, странички помощи конкретным детям или просто помощи, и получать за это прямое вознаграждение, то есть просто от обычных людей, которые благотворительностью будут заниматься по вашему приглашению, можно так сказать, да, ну, то есть вы фандрайзер, вы привлекаете благотворительные прожертвования, и сейчас можно привлекать пожертвования через благотворительные эстафеты, благотворительный марафон, а будет еще и третий способ – это прямой фандрайзинг, и он как раз поставит вообще все точки над «и» и снимет все вопросы о каких-то там сетевых взаимоотношениях сугубо там, или причастности к каким-то пирамидальным схемам, кто-то там все пытается, да, фандрайзинг связать с этим. Ну, нет, конечно, этого нет, но прямой фандрайзинг мы с вами ждем, и, думаю, в январе уже будет нам почва и пища для того, чтобы поговорить об этом. Так, вы тут, да. Ну и, конечно, наша деятельность не осталась без внимания в этом году фандрайзинговая. Это десяток, а то и больше детей мы с вами обеспечили сбором необходимых пожертвований, собрали средства, в результате чего целых два благодарственных письма нам фонд направил, президент фонда Алексей Суменков. Как правило, такие письма мы получаем с вами тогда, когда сразу несколько детей удается нам быстро собрать средства, да, вот и фонд нам отправляет такие красивые письма, а мы делимся ими с вами, потому что они действительно адресованы именно к вам, к участникам программы развития общественной удовлетворительности всем миром, ну и фандрайзерам в вашем же лице. Вот такие буклетные письма, они все у нас есть, в новостях можете посмотреть, почитать, если вдруг не видели. Дальше, технические нюансы, которые в этом году были достигнуты, ну, в принципе, их было не так много, но они были очень важны. Вот этот момент, который сейчас перед вами, это перенос сайта на защищенное соединение HTTPS. Это, ну, я не знаю, я думаю, что это определенная дань моде, хотя, конечно, кто-то со мной поспорит, скажет, что это необходимая такая техническая штука, которая обеспечивает безопасность данных. Вот, ну, ладно, не будем спорить. В общем, везде вокруг все браузеры начали уже говорить, что соединение небезопасное, сайт небезопасный, если нет у него HTTPS. Это, конечно же, влияет на доверие людей, которые не понимают, о чем речь. Ну, вот им браузер пишет, что недоверенное там соединение, небезопасный сайт. Они думают, что это относится вот не к браузерным каких-то техническим нюансам, они думают, что это так вот про весь сайт говорят, что он какой-то плохой. И поэтому, конечно, надо было это все исправить, наши техники провели большую работу, сделали. И теперь наш сайт, ваши поддомены, ваши уникальные ссылки, лендинги, они все находятся на соединении HTTPS, и здесь все нормально. Иногда возникают там, конечно, проблемки, но они быстро решаются. Надеюсь, что их будет возникать, не будет вообще возникать. Дальше. Лендинг-пейдж фирменный мы перевели в этом году на сколько здесь? Ну, он был, соответственно, на двух языках, и еще шесть языков было добавлено. Давайте посмотрим, как он выглядит. Вот такой лендинг. Вот здесь вот можно выбрать любой язык, ну, например, английский, да, или какой-нибудь там французский, и можно почитать здесь все на понятном для вас языке, посмотреть ролики, соответственно, тоже наши на соответствующем языке, французском в данном случае, и, ну, в общем-то, работать с пользователями из разных стран с помощью этого лендинга одно удовольствие. Вот, автоматизировали регистрацию с этого лендинга в этом же году. В новостях, конечно, это написано, я не буду отдельно выяснять. В общем, проделали хорошую работу, и вот этот инструмент, лендинг-пейдж, который, кстати, все вы имеете возможность сейчас получить на один месяц совершенно бесплатно в честь известной вам акции, о которой мы чуть позже тоже поговорим, просто зайдите в личный кабинет, и один месяц этого лендинга-пейдж у вас уже в кармане, просто в разделе услуги лендинг-пейдж, можете это все посмотреть, ну, и свой лендинг личный настроить, как вам надо там и использовать. Дальше. Успели мы в этом году сделать некоторое тестирование. Давно шли об этом разговоры наших участников, наши мысли тоже были в какой-то момент, а вдруг мы неправильно делаем, что вот мы сначала активируем аккаунт за 5 долларов, а потом просим участника оказывать финансовую помощь еще дополнительно, то есть таким образом растягивая этот процесс, может быть, где-то усложняя его. И мы решили, как раз это было осенью, или конец лет, точно не помню, мы решили, хотя что не помню, 15 июня это было, вот, новость написана. И мы как раз сделали такую объединенную оплату, то есть сразу же можно было оплатить 105 долларов, а можно было снять галочки и оплатить, как и раньше, по отдельности 5 долларов, то есть получить статус волонтер, а дальше уже оказывать финансовую помощь. Вот, и мы очень быстро, то есть прошло всего там неделя-две, мы очень быстро увидели отрицательный эффект, поняли, что нет, конечно же нет, и однозначно вернули все, как было. Сейчас, как вот оно есть сейчас, раздельная активация, и дальше у нас идет уже выбор программы участия. И об этом тоже сейчас поговорим, потому что, знаете, у нас теперь две программы участия, и в этом тоже нужно определенно разобраться. Все, вот такой тест мы провели и закрыли этот вопрос для себя навсегда. Я надеюсь, будем теперь дальше работать, как и работали. Кроме того, помните, проводили опрос мы на очень важную тему. Это как раз вопрос о том, стоит ли нам в Whole World сделать возможность автоматической смены информационного спонсора. Ну, то есть приводили мы здесь аргументы определенные, то, что скопилось много у нас участников, которые хотели бы продолжать свое активное участие, но спустя много лет у них там образовались какие-то неактивные аккаунты их информационных спонсоров, от которых они не получают никакой поддержки, а им хотелось бы работать в какой-то активной команде, и вот они оказались в такой ситуации и хотели бы сменить спонсора. Но у нас нет с вами такого механизма, который бы кнопочку нажал и ушел под какого-нибудь другого спонсора. Нет такого механизма, нужно только удалять аккаунт и активировать аккаунт заново. И мы как раз ставили вопрос, а стоит ли сделать такой механизм. И понятно, что очень спорный момент, много нюансов, и поэтому мы сделали большой опрос и среди наших русскоязычных пользователей, и среди англоязычных, ну и вообще любых языков. Кто уж там понял, о чем мы говорили на английском, тот ответил. В итоге мнения разделились. Кто-то, конечно же, сказал, да-да-да, это здорово, кто-то сказал, ни-ни-ни, ни в коем случае, иначе все пропало, все разрушится, да, и все будет плохо. Ну вот, мы в какой-то степени согласны и с теми, и с другими, поэтому не стали ничего менять, и пока оставили все как есть. То есть никакой автоматической смены спонсора пока нет. Будет или нет в будущем, пока неизвестно. Есть определенные аргументы за, их вроде бы как даже больше, чем против, но пока мы не готовы пойти на это и будем дальше думать. Вот так, вернусь к чату, что здесь у нас? Здесь у нас все слушают. Все отлично. Если будут вопросы, вы их записываете, я потом на них отвечу. Так. Вот еще одна интересная традиция, которую мы завели в этом году. Ну, наверное, давно надо было ее завести. В общем, конкурсы репостов в группе ВКонтакте официальной нашей мы теперь проводим ежемесячно с сентября, а вернее, наверное, с сентября месяца, да, то есть октябрь, ноябрь, декабрь, октябрь, ну, то есть пока вот получается три конкурса мы провели, или даже четыре. Что-то я уже запутался. Вот. Но в любом случае не собираемся пока прекращать эту традицию, и каждый месяц по 150 долларов среди наших пользователей мы разыгрываем и дополнительно помогаем им таким образом привлекать внимание к своей реферальной ссылке, ну, то есть определенную обучающую функцию этот конкурс репостов несет, потому что любой новичок, начиная с этого конкурса репостов, публикацию на свою стену, добавляя туда реферальную ссылку, он, в конце концов, понимает, в чем суть основная, да, приглашений. Это просто показать информацию, ну, в данном случае это, может быть, видеоролик в основном, да, и который посмотрит потенциальный партнер, заинтересуется, зарегистрируется по ссылке. Все очень просто. Чем большему количеству людей вы покажете информацию о Whole World, тем больше партнеров у вас зарегистрируется, больше последователей будет в эстафете и, соответственно, в марафоне, если вы там участвуете. Вот. И сегодня будем подводить итоги декабрьского конкурса репостов и еще 150 долларов разыграть. Дальше. В этом году наши дизайнеры не оставили нас без новшеств и были разработаны еще несколько интересных баннеров. Ну, вот, в частности, мне очень нравится серия баннеров на тему «Скажи кредитам нет», «Откажись от кредитов, получай деньги в дар». Давайте посмотрим, что у нас тут заразилось с баннерами. На самом деле, большой можно взять, скачать все баннеры одной кнопкой и дальше уже там разбираться. Вот. Ну, в основном здесь... Так, что здесь? Это баннеры для соцсетей. Мы сейчас зашли. Ну, в принципе, квадратные изображения на разные тематики. Их очень удобно публиковать в соцсетях на своих страничках, ВКонтакте, в Фейсбук, добавляя к ним реферальные ссылочки. Ну, вот она как раз серия. Ну, здесь много новых баннеров, на самом деле, не только из этой серии. Вот такой интересный мемчик, да, знакомый вам. «Зачем тебе кредит, если можно брать деньги просто так?» Это действительно такой вот провокационный вопрос, да. Или другая формулировка такого же вопроса. Да, деньги можно не отдавать, если их брать не в кредит, а просто так. Прекрасно. Это все можно делать в Whole Work, но не все об этом знают. И вот с помощью таких провокационных баннеров вы можете обратить внимание на свою ссылочку и легко-легко направить человека для дальнейшего изучения. Ну, и кроме того, это были баннеры для соцсетей, да. А еще у нас есть просто рекламные баннеры. И здесь вы можете всякого разного размера для различных рекламных площадок. Там много рекламных площадок в интернете. Не буду сейчас никакой конкретно говорить. Ну, серии баннеров, они представлены во всех типоразмерах, анимированные, статичные и разного формата. В общем, удобно, удобно. Пользуйтесь, знайте об их существовании, пользуйтесь и получайте в свою структуру большие приросты новых партнеров. В 11 ноября 2018 года 7 лет нашему проекту с вами исполнилось. И мы этот юбилей очередной, да, ну, конечно, юбилей не в том плане, что 10, там, круглая дата, но вот я считаю, что для интернет-проекта такой срок, это каждый год, это как юбилей уже. 7 лет. Очень круто. И на этот день рождения, как вы помните, мы приготовили для вас особое угощение, которое называлось «Благотворительный марафон». Ну, в общем, это вообще не называлось, оно и сейчас таковым называется. Сделали мы как раз предстарт, начало предстарта, регистрацию открыли, кстати, в марафоне именно 11 числа, вернее, 12 в понедельник, потому что 11 было воскресенье, и уже 28 ноября мы запустили «Благотворительный марафон», или в течение 28-29 запускали, да, не моментально, но быстро, быстро, без особых задержек, все там получилось у наших техников, и марафон был запущен успешно, и в настоящий момент уже работает для всех без исключения. Как вы знаете, «Благотворительный марафон» — это мероприятие у нас, которое не имеет срока истечения, то есть это не какая-то временная акция, это полноценная концепция наравне с благотворительной эстафетой, то есть тот ролик с сертификатами, который вы все привыкли видеть, — это есть благотворительная эстафета, то есть вы передаете эстафетную палочку в виде сертификата своего. Благотворительный марафон имеет несколько другую концепцию, о ней вы можете прочитать здесь, в разделе благотворительного марафона, вот видите, мы разделили, как это работает, и теперь у нас есть благотворительный эстафет и благотворительный марафон, есть две презентации. Вот, и здесь марафон, у нас нету еще пока вот видео по этому всему делу, но есть очень понятная инфографика, понятный текст, и думаю, что вам этого пока даже достаточно. Вот, почему у нас пока нет видео, потому что мы смотрим, мы изучаем, правильно ли мы сделали эту презентацию, ну, это видеопромо, это не то видео, которое рассказывал бы о маркетинге. Мы изучаем сейчас, какие, может быть, нюансы стоит по-другому преподнести, да, и так далее, и так далее, потому что вот есть здесь такой моментик, то, что получай доход без приглашений. Понятно, что это прекрасная функция, прекрасная возможность благотворительного марафона, который не был ранее в эстафете, и действительно можно получать без приглашений доход, но почему-то есть люди, ну, как почему-то, наверное, это логично, что есть люди, которые этим свойством просто злоупотребляют, то есть они не просто хотят, чтобы такая возможность была, а они хотят, чтобы вот они пришли и получали вообще без приглашений, и прям сразу, и много. Вот. Ну, всем понятно, что если все придут сюда получать доход без приглашений, то фандрайзинг работать не будет. Вот. Поэтому, может быть, стоит немножко как-то акцент нам сделать на что-то другое, да, то есть не прям, что там приходи и никого не приглашай, и все будет у тебя в шоколаде, а может быть раскрыть немножко другую сторону, то, что здесь именно в 10 раз эффективнее работает слаженность, то есть объединение усилий, да, поскольку у нас с 10 уровней вышестоящих партнеров возможны переливы, да, то есть это усиленная командная работа за счет переливов как раз возникает. Ну, ладно, на этом мы все подумаем. В общем, марафон у нас отлично стартовал, отлично продолжает работать, и мы сейчас делаем как раз то, обустраиваем инфраструктуру вокруг эстафеты и марафона, чтобы все новички могли очень четко понимать, что им делать дальше, потому что некоторая неразбериха у нас, соответственно, образовалась после запуска, и не все, может быть, даже понимают, что и как. Ну, ладно, мы сейчас к этому подойдем, я вам все объясню, о чем я говорю. Итак, и вот совсем-совсем недавно, 21 декабря, но, может быть, немножко раньше, мы эту новость как-то так пропустили чуть-чуть, вот, сразу-сразу не заметили, а подсказали нам наши участники, что уже оказывается миллион пользователей, вернее, участников зарегистрировано у нас в программе, и действительно, если мы посмотрим сейчас на главную страницу, на наш онлайн-монитор, то мы увидим то, что один миллион и три с половиной тысячи фандрайзеров уже у нас зарегистрированы из 165 стран мира на вот этих вот счетчиках, не перестают они трудиться, работать, показывать, что здесь вообще происходит у нас, кто регистрируется, кто оказывает помощь. Кстати, здесь пока что еще не выведена несинхронизированная транзакция с буквально-марафоном, есть какие-то там сложности у техников, вот, поэтому пока здесь только от эстафеты можно видеть переводы по 50 долларов, а вот по 10 долларов, по 1, по 2, по 3 здесь нет, да, как вы заметили, вот, есть там сложности к этому, ну, мы считаем, что это не сильно критично пока, поэтому есть более важные нюансы, которые техникам еще предстоит делать. И вот этот, соответственно, повод заставил нас сделать для вас еще одну интересную акцию, и мы решили подарить вам сразу несколько бонусов. Первое – это 10 долларов на подключение услуги «Бизнес-автомат», но это привычный вам уже бонус, знаете, как он работает. У всех в личном кабинете, кто зайдет в него до 31 декабря, этот бонус появится, ну, ровно как и два других, то есть это относится к участникам, которые активировали свой аккаунт, то есть к волонтерам и участникам в статусе «Бизнес». Подарили лендинг-пэйдж на один месяц, о котором мы чуть ранее с вами уже говорили, показывали его на восьми языках, тот самый лендинг-пэйдж красивый, и подарили промокоды номиналом 1000 рублей на рекламу в «Сюрфернер». Это тоже вам известно, у каждого в личном кабинетике вот здесь вот висит ярлычок с промокодом, есть информация там, как его использовать, ну, и, конечно же, обязательно нужно его использовать, потому что это, по сути, стопроцентный бонус к вашему пополнению. Такого не дает ни одна акция, вот эти «Сюрфернеры» идет, сейчас акция, да, там 19% в честь нового года дают к пополнению рекламного баланса. У вас же с помощью промокода есть стопроцентный бонус на 1000 рублей, чтобы вы понимали, не думали, что это какая-то ерунда. Обязательно используйте. Так, ну, вот по этой акции. А теперь давайте посмотрим, что мы... Да-да-да, и марафоны, и миллион участников. Ну, Ирина, наверное, это, знаете, есть такие события, которые, как потом кажется, они были, ну, что ли, неизбежны, так сказать, да. То есть, наверное, вот как-то это все привело неизбежно к этому. И это очень здорово. Итак, смотрите, как мы сейчас будем преображать шаги после активации аккаунта. Ну, то есть, вы знаете, да, пользователю предлагается активировать аккаунт, далее мы предлагаем выбрать платежную систему, привязать кошелек, на который он будет получать денежные переводы. И после этого ранее шел шаг оказания финансовой помощи. Причем это был шаг оказания финансовой помощи на 100 долларов. И вот до сих пор он таковым оставался. То есть, человек раз, сразу ему 100 долларов. Покажите помощь на 100 долларов. И где-то рядышком висел виджет благотворительного марафона. Ну, то есть, непонятно ему было, что, куда, как, что. Тут 100 долларов, тут марафон, что делать, непонятно. Ну, вроде, конечно, работало, но мы посчитали, что нужно сделать понятнее. Поскольку действительно две концепции, две программы теперь, и надо объяснить пользователям, как это все работает. Итак, вот так это выглядит сейчас уже у новичков ваших. Давайте посмотрим. Ну, может быть, где-то тут немножко техники что-то еще подправят. Это дизайнерский макет, на самом деле, где-то что-то у техников может быть по-другому. Ну, вот. Но знайте, что в ближайшие дни все будет именно так. Значит, ваш следующий шаг. Окажите финансовую помощь. Получать денежные переводы в свой адрес вы сможете только после того, как сами окажете финансовую помощь. Выберите удобный для вас вариант оказания финансовой помощи и произведите оплату, следуя подсказкам системе. Вот такое сообщение висит у пользователя во всех разделах после того, как он активировал аккаунт и привезел свой кошелек. И вот у него какой выбор. Выбор между марафоном или эстафетой. Марафон или эстафета. И тут мы поясняем, что в Whole World вам доступно сразу две фандрайзинговых программы, каждая из которых имеет свои особенности и преимущества. Вы можете участвовать как в обеих программах одновременно, рекомендуется так, и в любой из программ по отдельности. Выберите одну из программ и произведите оказание финансовой помощи. Вторую программу вы сможете активировать позже. То есть тут человек решает, какую программу активировать в первую очередь. И мы здесь кратенько изложили. То есть вот есть благотворительные эстафеты, основная информация для пользователя какая? То, что это 100 долларов оказания финансовой помощи один раз в год производится на 100 долларов. В благотворительном марафоне ключевое отличие. 35 долларов на одно место один раз каждые три месяца. И здесь ссылочки будут, вернее они уже есть, здесь будут ссылочки открываться, видео с презентацией именно благотворительные эстафеты. То есть это ролик про сертификаты в первую очередь, во вторую очередь ролик с актером у нас, второй есть, тоже хороший, но он будет во второй очередь. И это все на восьми языках. Страничка марафона, то есть если кликнуть сюда, то в новой вкладочке откроется страничка с презентацией благотворительного марафона. Ну и здесь кнопочки дальше, участвовать в эстафете, участвовать в марафоне. Здесь краткие выкладки нескольких преимуществ, очень важных, да, то есть статус бизнес. Участники эстафеты получают статус бизнес, который дает максимум привилегий в холлору. Доход не ограничен. Получите столько денежных переводов, сколько захотите, хоть на миллион долларов или больше. Отсутствие обязательств. Вы вправе не производить оказание финансовой помощи в следующем году, если не захотите этого. Это на самом деле очень важный фактор, потому что когда человек смотрит, ему говорят, что 100 долларов один раз в год или каждый год, да, он думает, блин, сейчас я оплачу, а потом с моей карточки будут списывать там, то есть я попаду тут на всю жизнь, меня разведут на много денег. Да, вот обязательно отсутствие обязательств и там, и там, оно это, этот факт, он должен быть прописан. И здесь тоже в марафоне какие особенности. Неограниченное число мест. Максимальный доход на одно место за три месяца может достигать 5854 доллара. Возможность заработка без приглашений. Благодаря особенностям маркетинга марафона вы можете получать доход без приглашений, ну и отсутствие обязательств. Вот такие три нюансы описаны, и дальше можно посмотреть презентацию подробно и нажать кнопочку «Участвовать в эстафете». И дальше, если он нажимает кнопку «Участвовать в эстафете», то открывается раздел «Оказание помощи эстафеты». И его мы, кстати, тоже немножко апгрейдили. А именно добавили сюда, то есть раньше он назывался «Оказание финансовой помощи», сейчас мы его назвали «Благодарительная эстафета». И добавили по уже привычному вам шаблону, как вот тут у нас добавлено в буквальном марафоне. Вот есть раздел «Марафон» и «Панель управления местами». Там очень удобно добавлены видеоролики и презентации. Здесь мы тоже сразу их вывели, потому что почему-то многие доходят до этого шага, так и не посмотрев видео. Ну вот парадокс, казалось бы, да. То есть что первое, надо посмотреть презентацию перед тем, как ты заинтересуешься. А они почему-то сначала регистрируются, а потом начинают думать, так, как же это работает. Ну, есть, наверное, свои какие-то нюансы у людей, мне они неизвестны, но вот так будет лучше. Теперь прямо здесь можно будет еще раз видео любой для себя посмотреть на восьми языках. Для того, чтобы принять участие в укрытной эстафете, активировать статус бизнес, вам необходимо оказать финансовую помощь на сумму 100 долларов. Написано здесь. Как только ваш платеж будет обработан, Power World автоматически выполнит соответствующий перевод от вашего имени по списку пригласительного сертификата номер такого. Ну и при наведении на него будет подсказочка с изображением этого сертификата, то, что это сертификат, по которому вы зарегистрировались, да, и можно будет его даже посмотреть. Здесь можно нажать, показать список получателей финансовой помощи, развернется такой список, да, с аватарками, с именами. Вы видели его. Ну и дальше вот форма уже оплаты, да. Сразу после оплаты будет присвоен статус бизнес, вы сможете платить финансовую помощь от людей всего мира, и того, как оплатить 100 долларов, и способ оплаты. Все просто, все понятно. Ну и в марафоне у нас, в принципе, уже известная вам форма, она меняться не будет. Это уже сейчас работает, как я уже сказал, у ваших новичков прям вот практически так же оно выглядит. Ну, немножко там подштриховать надо, да, техники с первого раза у нас почему-то не делают по макету. Вот. И еще один важный нюанс, который мы будем... Это не финальная версия предупреждения, вернее, нотификация, которая будет висеть у людей, если они активируют места в марафоне, но не окажут финансовую помощь в эстафете. То есть мы с вами понимаем, что, конечно, нам интересно и там, и там, чтобы человек участвовал, да, но будут такие, кто начнет с марафона. И в наших интересах пояснить ему, что, участвуя в марафоне, но не имея статус бизнес, он будет терять много преимуществ, недополучать, так сказать, свою прибыль. Не сможет работать на 100%. Вот. Поэтому мы предусмотрели что-то, что будет ему об этом напоминать. Вот. Но мне не очень нравится сейчас пока этот текст. Он сейчас будет висеть, но он очень жестокий, на мой взгляд. Он... Как он звучит? Он говорит, внимание, вы не активировали статус бизнес. Из-за этого вы не можете получать денежные переводы, от участников буквительной эстафеты, а также спонсорские бонусы буквительной марафоне. Да. И дальше узнать подробнее про решение, активировать статус бизнес. Вот. Но, на мой взгляд, это выглядит, ну, как бы, очень давит. Давит. То есть я активировал место в марафоне, и как бы я бы хотел спокойно участвовать, а вы мне сразу тут говорите, давайте еще 100 долларов, иначе все плохо. Вот. Наверное, мы как-то это более мягко сформулируем, чтобы комфорт человеку все-таки был, и чтобы не давить на него. Так. Вот такие новости. По планам на будущий год, конечно же, еще есть много всяких интересных задумок, но в первую очередь мы будем полировать именно интеграцию буквительного марафона, его обустраивать в совокупности с буквительной эстафетой, будем облагораживать наш сайт, интегрироваться с новым сайтом буквительного фонда, запускать прямой фандрайзинг. В общем, много всего интересного вас в новом году ждет. Ждут и, надеюсь, те самые суммы по 5854 доллара на каждое место. Когда марафон уже пройдет дальше, дальше и дальше, уже действительно перейдет в марафонскую стадию, и вы начнете получать эти весомые вознаграждения. Это все у нас ждет с вами впереди. А сейчас мы будем делать розыгрыш призов. Так, есть у меня вот такая штука. Есть страничка с розыгрышем. Так, смотрите, друзья. Вот такая у нас статистика. 219 репостов. Судя по всему, 219 участников всего лишь будут принимать участие сегодня в розыгрыше тех самых 10 призов по 15 долларов. Ну что ж, отлично. У вас у всех есть 5-процентный шанс победить. Очень большой шанс по сравнению с другими розыгрышами. Итак, что мы делаем, чтобы определить победителя? Мы... Так, давайте еще раз условия, чтобы вы все вспомнили. Во-первых, нужно вступить в официальную группу ВКонтакте. Ну, думаю, что вы все это сделали. Сделать репост записи и в комментарии к нему разместить свою реферальную ссылку на сайт Whole World или раздел благотворительного марафона. Далее перейти на свою страницу ВКонтакте и закрепить опубликованный репост. Не удалять его до завершения конкурса. Победители будут определены в прямом эфире. Так, ну, вроде бы все нормально. Я в этом конкурсе принимать участие не буду, дабы не выиграть его в очередной раз, а то вы меня обвините в сговоре. Так, и обязательно требования для получения приза. Аккаунт ВКонтакте, с которого вы делаете репост, должен быть привязан к вашему профилю All World. Это делается для защиты от накруток. Ну что ж, все вроде бы понятно. Не первый раз проводим розыгрыш. И так, давайте это сделаем. Здесь у нас приложение Random App. Обновим его. Оно общедоступно и бесплатно. Мы вставляем ссылку на конкурс. Говорим «Состоять в группе». Определяем одного победителя. И нажимаем кнопочку. Программа ищет человека, который сделал репост. И состоит при этом в группе. И находит нам некого Александра Тихомирова. Мы проверяем. И вот оно. О да, смотрите. Есть репост конкурса 5 декабря. И есть ссылочка уникальная. Мы ее копируем. Идем к нам сюда и проверяем. И вот он, Александр Тихомиров. Есть страничка, которая привязана. Все, Александр, вы становитесь первым обладателем 15 долларов. Я вас заношу в нашу табличку победителей. Супер. Так, что дальше? Дальше я снова копирую ссылку. Снова иду сюда. Снова делаем определение победителя. Так, всем все понятно, кстати. Ну, вроде бы понятно. Александр Макаров. Ну, что ж. Есть. Все есть. Вообще, участники Whole World, они намного умнее всех остальных... участников всех остальных проектов. И поэтому розыгрыши в Whole World проходят очень четко. Мне это очень нравится. Это не случайно. Селект у наших участников намного, конечно, выше. Это же приятно. Итак, Александр Макаров. Все? Супер. Все условия выполнены. Запись закреплена. И все нормально. Так. Повторение... Если вдруг повторится у нас человек, то он не выиграет. Второй раз репост. На всякий случай. Сразу об этом заявляю. Юрий Кузнецов. А вот это не участник Whole World. Это какой-то залетный парень, которого нету репоста. Ну, что ж. Тем больше будет шансов у остальных. Георгий Абашидзе. А, тоже нету репоста. Ладно. Так, сколько много у меня страниц? Ответ я запутался. Все с предвкушением ждут, когда появится их аккаунт здесь. Юрий София. Ну, что ж. Опять нет репоста. Только я похвалил участников Whole World, и мне какие-то не участники Whole World начали попадаться. Сергей. О! Это вообще сурфернер. Человек, видимо, участвовал в конкурсе сурфернер и забыл открепить запись. Ну, ладно. Бывает. Лидия Коломейцева. Ну, это уже участник Whole World, и я думаю, что здесь будет все ок. Кажется, Ирина Абапова знает, про кого идет речь. Она как раз об этом и писала. Так. Лидия 12M. Нам нужно проверить участника по логину. И понять, что Лидия Коломейцева голосовала с того же самого аккаунта. Да, да, все одно. Все одно. Лидия Коломейцева становится третьим призером и получает к Новому году 15 долларов от компании Whole World. Хочу так обставлять стоит. Ладно, не буду я редактировать. Или буду. Не нравится мне это все. Да что такое-то? Так, я не знаю, что наш Google документ начал плохо себя вести. Ну, ладно. Ничего страшного. Так, Лидия, вы третий победитель. А мы продолжаем. Так. Следите. О, Светлана Журагова. Узнаю лица. Узнаю. Это наши участники. Итак, Светлана, запись закреплена. Есть репост. Есть уникальная ссылочка. Давайте проверим. Кому принадлежит эта уникальная ссылочка. Ну, Светлане Журавлевой она и принадлежит. Ну, вот она и та же самая страничка. Все супер. Светлана. Светлана, вы четвертый обладатель нашего приза. 15 долларов. Призы вам будут зачислены, наверное, уже завтра. Сегодня уже поздно. Ну, а завтра мы это все сделаем. И сможете все вывести. Так. Идем дальше. У нас еще 6 победителей впереди. Надеюсь, мы их определим без проблем. Александр Клюев. Смотрим. А нет, Александр. Интеллекта не хватило. Ссылочка не холлордовская. Ну, что ж, идем дальше. Валерия. Тоже человек, который вчера, видимо, участвовал. Или когда там разгрешил сурфернера и ничего не поменял. Пролетает у Валера. А могу 15 долларов получить. Ну, что ж. А их получит Юлия Бирюкова. На что я 100% уверен. РО. РО, да. Закреплена. Все нормально. Проверяем РО. Юлия Бирюкова. Да. Оно самое. Оно самое. Так, Юлия, пятый обладатель нашего приза. Смотрите, как легко выигрывать, да? Почему-то не все об этом знают. А ведь 15 долларов каждый месяц можно очень-очень легко выигрывать в холлорд. Просто делаю репосты, участвую в конкурсах. Странные люди. Не понимают этого простого факта. Так, идем дальше. Радмир. Ну, что ж, проверим. Ваш с... Пу-пу-ру-пу-ру-пу-пум. Есть. Репост, он закреплен. Есть ссылочка на лендинг. Проверяем. Ну что, оно самое, да? Оно самое. Все, значит, разис, или как здесь написано, размер был написан, но не важно, становится у нас шестым обладателем приза 15 долларов. И осталось еще четыре призера, которых нам сейчас удастся определить. Вот. Андрей Николаенко стал участником буквально недавно. И так облажался. Это же мой партнер. Андрей, как не стыдно своего спонсора подставлять? Ну... 15 долларов. Мимо. Идем дальше. Вот так вот человек только недавно стал участником и пропукал свои 15 долларов просто по невнимательности. Так. Дальше. Роман. Посмотрим. Ммм. Ммм. Ну, есть. Ладно, есть. Запись закреплена. Ссылка есть. Давайте... Скопируйте. Просто скопируйте. Рома. Бизнес. Рома. Посмотрим. Вконтакте. Дай я скопирую. Так. Роман. Все правильно. 21. 700. Что? Это разная страница. Вы понимаете, да? ID разный. А это значит, что Роман не выполнил условия о том, что профиль Вконтакте, который выигрывает, должен быть привязан к профилю в кабинете. Роман вынужден вас игнорировать. Выполняйте, пожалуйста, правила. Вот. Это первая. Нет. Вторая уже ошибка от участников. Вот. Грустный клоун. Ну что ж, давайте посмотрим. Интеллект грустного клоуна. А, его нет. Потому что это участник не... Это серфомерская ссылка. Так, понятно. Идем дальше. Все интереснее и интереснее. Ну, участники Whole World, как правило, не участвуют с подставных аккаунтов. И это еще раз лишний раз оказывает, что это не участники Whole World, а просто залетные какие-то люди, которые думали, что здесь просто... Ну, нужно было немножко пошевелить мозгами и добавить свою ссылочку именно Whole World. Ну, вот смотрите. Андрей Потапов закрепил запись, а ссылки нет. Аватарка. Аватарка сразу дает нам понять, что можно ожидать от этого участника. Как ни странно, да, вот Галина Лорионова почему-то верится, что выполнила условия. А нет. Она предпочла клуб успешных людей разбогатей. Ну, туда и дорога. А могла бы 15 долларов от Whole World получить. Участвуйте в разбогатеи. Участвуйте. Идем дальше. А вот Виктор наверняка выполнил все как надо, потому что интеллектуальное выражение лица на Аватаре уже говорит о том, что все должно быть нормального этого парня. Все закреплено, есть, все есть, и идем проверять. Витек, три восьмерки, 935, проверяем совпадение, все совпадает. Витек, та же самая страница, и Виктор становится седьмым обладателем 15 долларов от Whole World. Идем вперед. Идем вперед. Копируем. Александр Бирюков. Александр Бирюков. Александр Бирюков. Аватар, конечно, не очень интеллектуальный. Впрочем, как и репост. А фамилия была обнадеживающая. Но, видимо, я ошибся. Так. Все-таки вот это вот взаимосвязано, да? Что на Аватаре, то и на деле. А вот Виктория. Видите, да, Виктория. Насколько вас... Насколько вас... Виктория, как вам? Не стыдно? Не выполнили вы условия? Не выполнили. Нет репоста, нет закрепленного репоста. Вообще ничего нету. Нет, все есть, но не то, что надо. А ведь Виктория участник. Могла выиграть Виктория, но надо быть внимательнее. Ольга Лебедева. А вот Ольга Лебедева, судя по всему, более внимательна. Все есть, запись закреплена. Тот самый репост. И мы проверяем. Ольга Лебедева. 68, 68. Да, странички совпадают. И Ольге Лебедевой 15 долларов. К Новому году пригодятся. Видимо, больше, чем другим. Так. И осталось два призера. Уже ближе, ближе, ближе. Но впереди нас еще один розыгрыш ждет, кстати. Это не последний на сегодня розыгрыш. Так что, если вам даже не удача здесь, то у вас есть еще один шанс кое-что выиграть. Сейчас мы об этом поговорим. Вера, я бы на вашем месте починил фотоаппарат. Что-то у вас не очень качественное фото. А, вы же не участник флорда. Вы участник сурфера. Все понятно. Тогда вы можете не чинить. Так. Так. Идем дальше. Оксана, Оксана. Ммм. Знакомые фотки. Запись закреплена. 25 декабря. Все то, что надо. Осталось проверить только лишь нам участника. Есть такая Оксана. И 589. Странички совпадают. Все норм. Оксана, вы становитесь девятым. предпоследним в этом году обладателем 15 долларов. Вот. И определяем мы последнего победителя. О, есть тут, смотрите, да? Мама в обмороке. Да ладно, Ирина, ваша мама уже там тысячи долларов получила. Чего она там не верит? Поздравляю маму, Ирина, да. Ольга Леведева победила. Победила? Да, победила. Поздравляю вас, Ольга. Видите, не зря. Выделили время уже. Так. Ну давайте. Счастливчика номер 10 определим. И пойдем дальше. Парам-парам-парам-пам-пам. Максим. Ну, шанс есть. Нет, шанса нет. Это не то. Максим. Включайте голову. Так, дальше. Марина Багдашова. Багдашова, Марина, 243. Да, это то же самое. Та же самая страничка. Все. Мы разыграли. 10 призов по 15 долларов. И Багдашова, Марина, становится у нас 10 призером в конкурсе репостов. Друзья, ну конкурсы репостов у нас не заканчиваются. Потому что... Ну-ка, обновимся вдруг наш ВКонтакте. Опачки. Смотрите, а тут уже новый конкурс репостов. Это не тот самый. Это старый. Мы его открепим. И посмотрим, что у нас тут есть. А вот он. А вот он наш новогодний конкурс репостов от Whole World. Мы его закрепим. И смотрите, можете начинать прямо сейчас. Условия те же самые, но с некоторым другим посылом. Поскольку у нас с вами Новый год, то мы будем делать репост записи и в комментариях к нему писать новогоднее пожелание стать миллионерами в Новом году. И добавлять к этому пожеланию свою реферальную ссылку на сайт Whole World или раздел «Брукты» по марафону. Ну, а здесь будет презентация. Стань миллионером в Новом году. Понятно вам, надеюсь, суть этого конкурса репостов. И он уже состоялся. Состоялся, поэтому у вас 4 дня до Нового года, чтобы вовремя со своими пожеланиями актуально успеть. Ну, в принципе, актуальными пожеланиями будут и после Нового года. Но, тем не менее, мы разыграем 15 января. Эти призы не будем до конца месяца ждать, потому что все-таки пожелания новогодние, они должны быть ближе к Новому году. К новогодним праздникам. Пока у всех настроение именно новогоднее. Все, вот запущен конкурс у нас январский, можно так сказать, ну или новогодний. Надеюсь, что в нем вам повезет, так же, как повезло вот этим вот десятерым участникам. Давайте их имена еще раз. Александр Тихомиров, Александр Макаров, Лидия Коломейцева, Светлана Журавлева, Юлия Бирюкова, Радис Нурдинов, Виктор Пациняк, Ольга Лебедева, Оксана Тацкина, Багдашова, Марина. Кто нашел одно отличие, то, что Мария почему-то перепутала имя с фамилией. Ну ладно, это не важно. Все, поздравляю вас, друзья, и мы с вами перейдем сейчас к розыгрышам. Подождите, идите отмечать выигрыш, подождите. У нас сейчас будет еще розыгрыш один. Сегодня мы будем разыгрывать привычные всем призы, без которых у нас не обходятся праздничные вебинары. Итак, у нас сегодня розыгрыш на сумму более 500 долларов. А именно сейчас мы разыграем 5 мест бизнес-автомат на один месяц, 10 уникальных ссылочек. А все, кто не получит один из этих 15 призов, все остальные получат утешительный приз, 5-долларовый пин-код, который можно будет использовать для бесплатной активации любого партнера вашего. Ну что ж, сейчас я вам все скажу, как сделать надо. Так, берем ссылочку, и я вам ее скидываю сейчас в чат для регистрации в вебинаре. Так. Робот нет. Нет, нет, нет. Все, друзья, смотрите эту ссылочку вот сейчас. По ней вы переходите. Для этого вы должны быть авторизованы в своем кабинете Homework. И система вас зарегистрирует в розыгрыше. После того, как это случится, мы с вами произведем розыгрыш. Среди тех, кто зарегистрируется. Я сейчас открою список тех, кто зарегистрировался. Ну вот, уже 10 человек зарегистрировалось. И мы с вами еще немножко подождем, потому что не все могут это сделать быстро. 13 человек. Ну, на всякий случай вам потом скину ссылочку. Так, в принципе, там будут результаты тоже. Поэтому. Давайте, пока вот вы регистрируетесь, другие могут мне задать какой-нибудь вопрос. Если есть они, да, может быть, что-то хочется спросить прямо вот сильно-сильно-сильно перед Новым годом. А может быть, что-то сказать, необязательно спросить, пожелать что-то, да. Давайте, пишите. А может быть, не у меня, а может быть, кому-то еще. 22 уже участника. Ну да, это уже хорошо. Давайте, еще ждем несколько минуточек. Есть у нас они. Что ж, перед Новым годом. Время бежит, но мы его придержим. Так. 25. Все заняты регистрацией. Ну а что, друзья, есть вопросы-то какие-то? Нет? Или мы все делаем настолько хорошо и понятно, что вопросов не возникает? 26. Еще есть регистрирующийся. 27. Так, когда же, когда же вы остановитесь? До 30 дойдете? Так, ничего здесь не пропустил. Да, опять не пропустил. Так, 27, 28. Все прибывает. Прибывает. Давайте, все, одна минута. Вот в 10 минут, когда на моем мониторе 10 минут будет, я начинаю розыгрыш. Останавливаю регистрацию. Ну, я вам отправлю пока ссылочку на результаты розыгрыша. А пока их нет, да, но они здесь будут. 28. Ну что, осталось несколько секунд. Я останавливаю сейчас регистрацию. 28. Да. Ну все. Больше, видимо, никто не хочет регистрироваться, поэтому считаем. Да. 10 и я. Все, 10 минут. Закрыть регистрацию. Оп. Закрыли регистрацию. Еще раз. Смотрим, сколько у нас участников. 28. Все, это все. И все, кто хотел, все смогли зарегистрироваться. И я запускаю розыгрыш. Запустить розыгрыш. Так, да, да. Все. Розыгрыш успешно завершен. Мы возвращаемся, обновляем страничку. И как наш рандомный рандомейдер выдал вам призы. Давайте посмотрим на это. Ну, каждый может эту ссылочку сейчас видеть, перейти по ней и увидеть свой собственный приз. Ну ладно, я зачитаю тех, кто получил не пин-коды. Итак, Владимир Потехин, уникальная ссылка. Анатонина Когтева, бизнес-автомат. Сергей Юдин, уникальная ссылка. Андрей Лохминцев, уникальная ссылочка. Галина Шкурина, уникальная ссылка. Сергей Демин, бизнес-автомат. Фарид Абузаров, бизнес-автомат. Дальше пин-коды идут. Карина Букас-Еротская, бизнес-автомат. Пин-коды, пин-коды, пин-коды. Сергей Леземенко, уникальная ссылка. Петр Минеев, уникальная ссылка. Ирина Громова, уникальная ссылка. Светлану Руссову, уникальная ссылка. Ирмек Калькенов, уникальная ссылка. Алексей Минков, ссылка. Пин-коды. Юлия Барышева, бизнес-автомат. Ну, в общем-то, и все. Остальные все получают 50-долларовый пин-код. Но это, кстати, еще не последние подарки от Whole World в этом году. Поздравим мы еще всех наших участников с наступающим Новым годом. А какой будет подарок, пока не скажу вам ничего. Вот. Ну что, все всем понятно. Новости супер. Всех с наступающим, пишет Владислав Фролов. И желает всем больших крупных переводов в Новом году. Марафон, класс, компания, слушаем. Так, все. Всем успехов в бизнесе. Ну что, друзья, я думаю, что действительно не стоит нам задерживать дальше наш вебинар. Все понятно, призы разыграли, все довольны. Ну, может быть, не все довольны, как хотелось бы. Но я думаю, в следующем году будут еще более довольны все, потому что у нас очень-очень большие приспективы впереди. И мы все сделаем для того, чтобы они стали реальностью. Ну и будем собирать в наш благотворительный фонд еще большие суммы, помогать еще большему количеству детей. Ну и получать общественное признание с еще большим размахом. Ну и желаю, конечно, вам в Новом году от себя лично крепкого здоровья, в первую очередь, светлой головы, ясного ума. Как, в общем-то, он уже привычно существует у всех участников Whole World. Высокий интеллект неизменно должен вам сопутствовать. Ну и всем вашим родным и близким того же самого. Ну и, конечно же, счастья, любви и успехов во всем. На этом ненадолго с вами прощаюсь. До скорых встреч. На все остальные вопросы уже ответим в официальной группе или в службе поддержки. Пожалуйста, пишите. Ну, в общем-то, на сегодня это все. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok